Всем привет, с вами Кроу. Интернет снова бомбануло. В сети распространились слухи об еще одном эксклюзиве Sony, который выйдет на ПК. Если вы верите только официальные инфонаты, то вы молодцы. Но проблема в том, что с Харизой была подобная ситуация. То есть слухи, в которые никто не верил, превратились в официальное подтверждение от самого Джейсона Шрайера. И эти следующие эксклюзивы может являться Bloodborne. И увидев весь негатив среди консольщиков, я решил сделать видео. И давайте начнем далека. Первым эксклюзивом PS4, который был экспортирован на ПК, является Detroit Become Human. Объясняю. У Sony Quantic Dream был контракт, в течение которого все игры студии были собственностью Sony. Но по истечению данного контракта, права на все игры возвращались разработчикам. То есть Quantic Dream. И они могли делать со своими играми все, что они хотят. И они выпустили их на ПК. В результате чего Heavy Rain, Beyond Two Souls и собственно сам Detroit потеряли свою эксклюзивность. С Death Stranding была подобная ситуация. То есть контракт, по истечению которого разработчики возвращали свои права на игру. Многих смутил экспорт Horizon Zero Dawn на ПК, так как Guerrilla Games является дочерней студией Sony. И не было у них никаких контрактов. Напоминаю, что игра была продана тиражом 3 миллиона копий. За первые полгода имел популярность среди консольщиков. Именно из-за всего вышеперечисленного, многие считают, что Sony сливает все свои эксклюзивы. Однако Sony такие уж и дураки. Ведь именно за счет эксклюзивов тираж PlayStation 4 составил более 100 миллионов штук. И все не будет выглядеть так тупо, если вместо слова сливают, скажем, расширяют аудиторию. Сами подумайте. И в кинематографии, и в игровой индустрии, если проект собирает солидные деньги аудитории, то есть в период с 90% ее ждет сиквел. Потом ситуация с Horizon, у которого продолжение обзавелось трейлером, показанным в презентации у Sony. То есть Sony одновременно расширяет фан-базу игры, что значит больше людей заинтересует их в продолжении. И одновременно рекламирует PS5, так как Horizon 2 или Horizon Forbidden West будет эксклюзивом данной консоли. И согласитесь, если посмотреть с такой точки зрения, то решение Sony не выглядит так тупо. Но еще в чем плохом, что больше людей поиграет в данную игру. И наконец, по слухам, следующим эксклюзивом, который потеряет свою эксклюзивность, будет Blood Burn. Повторяю, по слухам, которые существуют уже не один год. Нет еще официальной информации. Но по моему скромному мнению, это самовероятный следующий претендент. По сути, за сами. Игре уже 5 лет. Она была одним из первых эксклюзивов PS4. Продажи были хорошие, но не такие уж и большие. За первые полгода было продано лишь 2 миллиона копий игры. Все-таки игра не для всех. И те, кто уже хотел, поиграли. Sony просто выпускает те игры, которые мне жалко. Вдобавок, с крошечной вероятностью, в которой я сильно надеюсь, Sony, наверное, хочет выпустить продолжение. Блин, говорю не уверен в слухах, а сразу пространяю слухи. Но на данный момент это лишь мои мечтания. Да и, по-моему, пока версию Blood Burn должны были выпустить раньше. И снова, это всего лишь слух. Но не стоит считать, что со всеми экземами будет такая ситуация. The Last of Us, Uncharted, God of War, Infamous, Spider-Man, да и еще куча игр. Несмотря на свой возраст и наличие продолжений у некоторых, до сих пор остается эксклюзивом PlayStation. Ведь именно благодаря этим играм продажа PS4 до сих пор не утихает, несмотря на то, что через менее полгода выйдет уже девятое поколение консоли. Надеюсь, я смог донести до вас о том, что это просто маркетинговый ход, который сберегает деньги Sony. Это, по сути, реклама. Не слушайте тот хейт и шлак в интернете. Многие сейчас просто ругают Sony. Бас умные это либо жарные консольщики, которые не хотят отдавать игры, либо злорастущие ПК-юзеры. Скажу сразу, у меня самого есть консоль. И мне все... мне тоже жалко. Но в отличие от некоторых, я могу это принять и дать другим насладиться этими шедеврами. Если обидовал кого-то, сорян. Но от Sony Boyz и Sony Girlz прошу не огорчаться. У вашей любимой игры появится больше поклонников. Да и к тому же появится больше людей, с которыми вы будете обсуждать эти игры. Ну а с вами был Кроу. Всем пока-пока.